Россия поддерживает прямые переговоры между конфликтующими странами на Украине и надеется, что представители Юго-Востока и киевские власти начнут обсуждать поэтапный план федерализации Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он сейчас находится в Ереване. Те усилия, которые сейчас предпринимаются, о которых было объявлено вчера-сегодня, мы их активно поддерживаем, чтобы завязать пусть поначалу не прямой, а последованный диалог между киевскими властями и Юго-Востоком Украины. А впоследствии я убежден, что необходимо будет на прямые переговоры выходить. И именно в рамках этих переговоров должны согласовываться параметры государственного устройства Украины, включая статус регионов внутри украинского государства. Ну и сейчас вновь к итогам переговоров в Донецке. Все подробности узнаем у нашего корреспондента Николая Долгачева. Он вышел на прямую связь со студией. Николай, здравствуйте. Итак, о чем договорились участники? Можно ли назвать эту встречу началом мирного процесса? Юрий, здравствуйте. Вот здесь в здании администрации региона прошла первая встреча участников конфликта. Это представители Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и представители официального Киева. Но кроме того, здесь были и высокопоставленные чиновники Организации безопасности Совета Европы и посол России на Украине Михаил Зурабов. Вот эта многосторонняя встреча здесь и прошла. И действительно, есть уже предварительные результаты. Но говорить о том, что начался мирный переговорный процесс о мирном урегулировании пока рано, потому что, по сути, принято только одно решение о прекращении огня. Дальнейшие переговоры последуют позже. Вот что об этом сказал посол России на Украине Михаил Зурабов. Мы ожидаем, что в ближайшее время позиция представителей Донецкой и Луганска будет дополнительно проработана. И они заявят нам о своей готовности продолжить эти консультации с тем, чтобы решить две проблемы. Первая – это достижение устойчивого перемирия, устойчивого мира, невозглавление огня. И вторая – это запуск инклюзивного переговорного процесса. Вот в этом была цель нашего приезда. И именно эту задачу формулировали для нас как представители Европейского Союза и ОБСЕ, так и представители России и президента Украины. Представители Народных Республик на востоке Украины, Донецкой и Луганской, здесь заявили о том, что приняли решение в том числе и о освобождении тех людей, которые оказались в силу разных причин. Несколько человек... Речь идет о миссии ОБСЕ, которая, по всей видимости, находится на территории Луганской области. Кроме того, они заявили о том, что принимают решение прекратить огонь в ответ на аналогичное решение официальных властей Киева. Вот что об этом сказал премьер-министр Донецкой Народной Республики Александр Бородай. Будем проведены консультации по прекращению огня. Результатом нашей консультации стало следующее. Мы в ответ на прекращение огня со стороны Киева обязуемся прекратить огонь со своей стороны. Не вести болевые действия со своей стороны. Срок действующего прекращения огня тот же самый, какой объемный официальным Киевом. До, если не ошибаюсь, 10 утра 27 числа. Также мы хотим вам сказать, что мы надеемся на то, что за этот период будет организован режим мониторинга со стороны Российской Федерации, со стороны ОБСЕ, за соблюдением этого режима. Мы надеемся на то, что за это время, за время прекращения совместного прекращения огня, прекращения огня с обоих сторон, мы сможем договориться и перейти, по крайней мере, в начале консультации о ведении переговоров о мирном регулировании к огня. В ближайшее время миссия ОБСЕ и представители Российской Федерации начнут наблюдать за тем, как соблюдается решение прекращения огня. Но сейчас поступает информация о том, что действительно, по крайней мере, нет сейчас данных о том, чтобы где-то происходили обстрелы на линии соприкосновения между ополчением и украинской армией. И информацию этого будут еще проверять, в том числе и официальные представители, те стороны, которые выступают наблюдателями в данном процессе. Это Россия и ОБСЕ, я повторюсь. Кроме того, есть надежда на то, что вот эта встреча, хотя она не является началом официальных переговоров о мирном регулировании, но послужит началом еще более тесных контактов, поскольку впервые, по сути, представители ДНР и ЛНР встретились с официальным представителем Киева. Леонид Кучма, бывший президент Украины, второй ее президент, тоже присутствовал здесь. Он выразил надежду на то, что будущее будет мирным. Вот его слова. Давайте послушаем, что он сказал. Никто не ставит перед собой задачу продолжить обронный комплекс проблем, который сегодня нет. Он действительно очень полезен для обеих сторон. И я очень выгодляю, что сегодня еще один из самых главных, прекратить военные действия, условно говоря, с обеих сторон. И если это с обеих сторон будет соблюдаться, тогда, дай Бог, дальше, само собой, начнется нормальный мирный процесс. На этом это только начало процесса. Еще большой вопрос, что будет после 27-го числа, когда вот этот первоначальный срок прекращения огня завершится. Но мы будем наблюдать за этим и сообщать вам, Юрий. Да, Николай, благодарю за подробный рассказ. Будем ждать от вас новой информации. И я напомню, на прямой связи...